Всем привет! На связи Борис Соколов с сайта visasam.ru из Черногории, из города Котор. Давайте в этом видео я вам расскажу, куда лучше ехать на море для пляжного отдыха в июне, а также июле и августе. Подписывайтесь, прежде чем смотреть это видео, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить все полезные советы, лайфхаки о самостоятельных путешествиях и жизни за границей. Ну вот, как вы поняли, я нахожусь в Черногории. Первое, что бы я вам порекомендовал, это не Турцию, даже не Кипр, не Грецию, а именно Черногорию в июне. Вообще в июне в Черногории очень классная погода, еще нет такой изнуряющей жары, но море уже прогревается благодаря тому, что вот есть такие бухты. Посмотрите мое видео из Будвы, я тоже там записывал, такая мелкая-мелкая Будванская ривьера, то есть бухта, и море уже прогрелось. Цены. Цены в Черногории очень дешевле, чем в два раза во всей Европе. Допустим, в Испании, в Италии. Возможно, сравнимо с турецкими, сравнимо с кипрскими. Но почему в Черногории не нужна виза для россиян? То есть без визы, так же, как и в Турции. Ну, такая, конечно, безумная красота, поэтому я ее поставил на первое место. Я просто не был до этого в этой стране, честно, ну, жалею, что только вот первый раз приехал. Дешевые туры, поэтому рассмотрите Черногорию. Ну, конечно же, Турции тоже не надо визы, тоже тепло, тоже нет жары. Ну, и кто любит отель All Inclusive, все включено, то Турция. Летом. Летом здесь тоже хорошая погода, дождей нету. Ну, летом здесь поменьше туристов, опять, потому что можно ехать в другие страны. Тут много европейцев. В Европе везде цикло, поэтому здесь поменьше туристов. Вы можете поехать летом, ну, тут... Для тех, кто переживает об антисанитарии в Африке и других вещах, вот, честно скажу, здесь чище, например, чем в Индии, чище, чем во многих местах Вьетнама. Именно сразу скажу, в туристических местах. То есть в кафе очень чисто, местные чистые, опрятные понимают. В туристических местах вежливые таксисты, вежливые водители. Честно, я такого от Африки не ожидал, чем был очень приятно удивлен. Классные места для отдыха Кипр и Греции. На Грецию единственный момент нужна шенгенская виза, ее нужно делать. На Кипр нужна для россиян электронная провиза. Сегодня можете к нам просто прислать фото паспорта, и мы за тысячу рублей сделаем. Тоже классная погода, еще нет такой жары ни на Кипре, ни на Греции. Вообще климат Кипра очень жаркий, такой же, как в Греции. То есть днем очень жарко, допустим, сейчас 32 градуса. Вообще одно из моих любимых занятий в пафосе, если есть свободное время, ну так же, как и в других городах Кипра, в Ларнике, в Лимассоле, это гулять по набережной. Тоже есть красивые прогулочные набережные вот в пафосе. Поэтому вот эти четыре страны я вам рекомендую. В Черногорию лететь три часа, в Грецию два с половиной три часа, на Кипр три с половиной часа, в Грецию четыре с половиной часа. В зависимости от того, на какой курорт вы летите. И цены на горящие туры начинаются от 15 тысяч до 20 на человек, в том числе и на 7 дней есть такие цены. Поэтому вот эти четыре европейские страны я вам рекомендую. Ну, вообще мне нравится, конечно, путешествовать по другим странам, например, Испанию, Италию. Вот мы подъезжаем по гранд-каналу Комастори-Алта. Вокруг ездит гендарьера. Тоже хорошо, тоже можете ехать. Ну, там вот, например, я был в Барселоне, еще море холодноватое, допустим, в это время чуть-чуть. Ну, опять, может, из-за этих особенностей, которые я вам объяснил, что здесь, допустим, в Черногории оно больше прогревается. Ну, и просто южнее, та же Греция, тот же Кипр, та же Турция, чем Испания или Италия. Вот не буду называть вам страны Азии. Почему? По одной простой причине. Потому что в Европу гораздо дешевле. Не нужна виза. И, во-вторых, в азиатских странах в это время жарко. В Индию вообще не стоит ехать на Гуатам, Мунсуны, Вьетнам, Таиланд тоже. И могут быть дожди, Мунсуны, погода уже под сороку, под сороковник. Единственное, оттуда можно ехать, например, жителям не Москвы, допустим, которым в ту же Черногорию будет дальше лететь, а какого-нибудь Дальнего Востока, Красноярска, им ближе туда лететь. И вот я разговаривал с людьми, сам жил во Вьетнаме зимой. Именно в это время туда едут вот дальневосточники из Сибири. Единственная классная страна, как раз, которая в противовес другим азиатским странам и летом туда едут отдыхать, это Бали. Вот я, возможно, сам туда поеду в июне, на Бали. Мексика, Куба, также заканчивается сезон. Единственный плюс, что в июне можно словить горящие путевки. Что в Мексику, что на Кубу. Вот в Мексике, например, была 40 тысяч на человека, на 7 дней. Это для Мексики дешево, так как перелет 14 часов. Ну вот, если ничего не хотите думать, донопляжный отдых, Черногория, Греция, Кипр. Классно, например, погулять в Чехии. Тоже хорошая теплая погода. В Прагу тоже есть горящие туры, в том числе за 13, за 10 тысяч на человека. Но там нет моря. Трансфер, езжайте на Староместскую площадь. Вот она. Чтобы я вам советовал прогуляться от ней по Карлову мосту. И, допустим, к Грачанам наверх. Если нет этой возможности, просто по Карлову мосту прогуляйте. И съездите на Староместскую площадь. Такая красота. Ну все, всем пока. С вами был Борис Соколов. Вот куда можно ехать отдыхать в июне. Июль-август. То же самое. Никаких предпочтений. Просто я бы сюда еще добавил Италию, Испанию. Однозначно, скорее всего, вычеркну. Не хочется мне в жару лететь. Вьетнам, Таиланд, Филиппины. И тоже Мексика, Куба. Там уже дождики начинаются. Доминикана тоже бы не рекомендовал. И вот уже, например, Греция, Кипр и Турция начинается жара. И, допустим, июль-август я бы отдал больше предпочтений Португалии, Испании или Италии из Европы. Ну все, всем пока. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. До встречи в следующих видео. А я полез наверх крепости, откуда откроются еще более красивые виды на бухту, на Каторскую бухту. Пока-пока.